В эти выходные откроется третий сезон в самом необычном музее Кирова. В нем представлены копии картин и афорты великого голландского живописца Рембрандта, а также копии картин Тициана и другие уникальные произведения искусства. Билеты на вход не берут, и увидеть возвращение блудного сына или снятие с Христа может каждый желающий. С создателем экспозиции встретился Иван Швецов. Не каждый может себе позволить съездить в Петербург и сходить в государственный эрмитаж. А здесь пусть небольшая частичка творчества великого мастера, и пусть в репликах, но доступна каждому. Здесь есть копии известных картин, автографов, черновиков. Создатель музея, игумен Тихон, любит живопись, которая обращается к вечным темам. Последнее приобретение коллекции – снятие с Христа. Главным персонажем этой картины, как удивительно, является не Христос, а Иосиф. И опосредованно через Иосифа мы понимаем важность и ценность жертвы Христа. То есть, как он его снимает, как относится к Христу. Получается так, что через Иосифа мы опять же возвращаемся к Христу. Любопытно, но дом, где находится небольшой музей – это бывший дом матери батюшки Тихона. Его мама наверняка бы радовалась, что помещение благодаря музейной работе приобрело такой чудесный вид и выполняет благородную роль. Про каждую из картин можно рассказывать часами. Отец Тихон не исключает, что здесь будут проводиться семинары и лекции для православной молодежи, детей из воскресных школ и просто всех интересующихся. Желание любого художника, чтобы его картины видели и правильно понимали их смысл. Художнику важно, чтобы картина была не в закрытом положении, а в открытом доступе. Поэтому, конечно, такие лектории и беседы должны быть обязательно. В планах у отца Тихона, если Бог позволит, расширить и экспозицию. Кстати, есть не только работы Рембрандта и одна картина Тициана, но и, к примеру, портрет молодого музыканта, который теперь пишет музыку для церковного хора. И поруганный в годы гонений лик Богородицы, который достался священнику из одной церкви Тверской области. Иван Швецов, Владимир Подлевский, Хвести, Киров.